Суперкар Ford GT выпускается с декабря 2016 года по мудрёной схеме. Компактный завод канадской компании Multimatic, которая де-факто и разрабатывала модель, способен на 200 машин в год. Поэтому Ford с самого начала вынужден был жёстко фильтровать заявки клиентов. Автомобили первых трёх лет выпуска распределились сходу, и только квота на 2020 и 2021 годы поступала в более-менее свободную продажу. Между тем, 2022 год для Ford GT должен быть последним. Зато каждый год американцы выдают специальные версии. Например, в 2017 году исполнение 66 Heritage Edition ностальгировало по той самой знаменитой победе Фордов над Феррари в Ле-Мане 1966 года. На сей раз американцы решили вспомнить не о гонках, а о самом первом прототипе, подготовленном к нью-йоркскому автошоу в апреле 1964 года. Отличие специального издания сводится к дизайну. Цвет Wimbledon White сочетается с тёмно-сеним декором и углепластиковыми 20-дюймовыми колёсами. В салоне же в алькантуре и кожу обтянута передняя панель и кресло, кстати, тоже углепластиковые. По технике же это вполне стандартный GT с битурбомотором 3.5, 7-ступенчатым роботом Гетрок и строго задним приводом. Официальная цена GT никогда не разглашалась, но известно, что это около полумиллиона долларов. Впрочем, в России эти машины не поставлялись, а в мировом масштабе должно быть выпущено 1350 штук. Ещё одна прощальная премьера — это спорткар Acura NSX в новой модификации Type-S. Напомним, что среднемоторный NSX в Европе и Японии продаётся как Хонда, а в Китае и США под маркой Acura. И именно в Америке продадут 300 из 350 финальных экземпляров. Битурбо-шестёрка получила новые турбокомпрессоры, форсунки и интеркулеры. В итоге мощность ДВС выросла на 20 лошадиных сил и 50 ньютон-метров. Но NSX — это гибрид с тремя электромоторами. Один из них встроен между бензиновым двигателем и 9-ступенчатой роботизированной коробкой, а ещё два вращают передние колёса. Всю электрическую часть модернизировали, и общая отдача превысила 600 сил. Разгон до 60 миль в час заявлен как менее трёх секунд. Хотя обычная NSX укладывается в 2,7, а Type-S явно должен быть быстрее. В конце 2022 года хондовский Performance Manufacturing Center в Огайо прекратит выпуск купе NSX. Пристроить удастся немногим более трёх тысяч машин, в том числе из-за высокой цены. В Европе модель приняли крайне прохладно, а в Китае из-за пошлин машины стоят полмиллиона долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова